Привет, друзья! С вами проект InDubai. Меня зовут Азат Надыров. И сегодня мы находимся с вами на очень классном мероприятии. Оно называется Startup Weekend Dubai. Это мероприятие для начинающих предпринимателей, для тех, кто хочет запустить свой проект в Эмиратах и кто хочет свою идею показать публике, кто хочет ее проработать в команде и найти инвесторов, найти спонсоров для своей идеи, найти единомышленников. Вообще, я попал на это мероприятие совершенно случайно. Мне на e-mail, на электронную почту пришла какая-то рассылка. Там было написано для начинающих предпринимателей Startup Weekend. И я заинтересовался, перешел по ссылке. Я посмотрел, какая программа. Стоимость участия в мероприятии была всего 150 дирхам. Я думаю, а почему бы и нет, почему бы не записаться? И просто записался. Вообще, это мероприятие длится целых три дня. Оно началось в четверг вечером. Первый день был ознакомительный. Все люди, кто записались на эти мероприятия, у них была возможность рассказать о своем проекте на публику. Это называется Pitch. То есть у каждого была ровно минута на то, чтобы выйти и всем рассказать о своем проекте, о своей идее и найти себе единомышленников в команду. После Pitch на стене происходило голосование. Те проекты, которые набрали наибольшее количество голосов, уже по ним сформировали команды. И уже теперь вы видите, что над каждым проектом работает уже человек не в одиночку, а уже в команде группа единомышленников. То есть в среднем в каждой команде от 4 до 6-7 человек. Привет! Меня зовут Памила. Я сейчас в Дубае три месяца. И я студент в Halt International Business School для мастеров international business. Я учила русский язык в школе, в университете и тоже в Краснодаре в Руси. Я тоже знаю немецкий, английский, испанский и китайский. Мы делаем приложение для туристов в Дубе для мобильных телефонов. Я думаю, что онлайн-бизнес разбивается и что это очень большой тренд. Друзья мне рассказали о Start Weekend. И я здесь, потому что я хочу учить, обсудить идеи и познакомиться с новыми людьми. Мероприятие очень хорошо организовано. Спонсоры мероприятия приготовили очень хорошие классные призы. Теперь я хочу вам показать просто зал. Это такое творческое место. Целый, скажем так, гараж, что ли, не знаю, или open space. И видите, тут есть столы, стулья, мебель, интернет. Люди прийти с своими ноутбуками, с своими компьютерами. Здесь представляется трехразовое питание. На завтрак идут закуски, чай, кофе, фрукты. Потом на обед тут приносят, соответственно, второе. И на ужин тоже какая-то там коробочка с закусками. Второй день уже был полностью рабочий. То есть люди уже работали в сформированных командах. И уже началась реальная работа над проектом. То есть уже начали делать прототипы сайтов, начали делать бизнес-план. Также очень важной составляющей этого мероприятия является то, что здесь есть реальные менторы. То есть это уже люди, успешные бизнесмены. И они ходят здесь по залу. У них есть специальный бейджик. Там написано, я ментор, спроси меня о помощи. Они подходят к командам. И команда задает им вопросы свои. И менторы их консультируют, задают вопросы наводящие. И таким образом стимулируют процесс креативности и процесс формирования идей уже в более-менее осязаемый бизнес-план. И еще я хочу вам рассказать о нашей команде, о той команде, в которой работаю я. Это интернет-магазин детских вещей Hababy.com. Кстати, на этом мероприятии я встретил нашего подписчика из Казахстана. Его зовут Авзал. И сейчас мы тоже с ним пообщаемся и познакомимся. Я поступил в университет сюда. То есть сейчас на данный момент третий месяц нахожусь в Дубае. Именно почему Дубае? Потому что здесь все развито. Все основные компании офиса здесь. Поэтому я решил прийти именно в этот город. Все получилось так, что я сам работаю фрилансером, веб-разработчиком. Наш фаундер явно нашла меня как разработчика. Предложила поучаствовать здесь. И объяснила общую цель проекта, как именно все работает. Я решил попробовать. В нашей команде два разработчика, которые смотрят за сам проект. Три человека, которые смотрят за маркетинг и бизнес в сторону. Основную часть, которую видит пользователь. То есть делаю я. И рисую полностью интерфейс и дизайн сайта. А также у нас есть второй программист, который делает заднюю часть веб-сайта. То есть пишется админ панель и регистрация и так далее все функции. На данный момент к нам подошел ментор, который, как вы видите, помогает. Дает советы, как именно, в какую сторону нам развиваться. Вообще, честно говоря, для меня было большим сюрпризом встретить здесь, на этом мероприятии. Участников проекта InDubai. Но, как видите, они теперь уже повсюду. Так что, куда ни пойдешь, уже везде можно увидеть единомышленников. И на самом деле это очень прикольно, что люди посещают такие классные и интересные мероприятия. Поэтому, друзья, если вы вдруг узнали о том, что в Дубае проходит какое-то интересное мероприятие, даже если вы приехали как турист, в любом случае придите, посетите. Вы 100% не пожалеете и по-любому вы получите массу классных эмоций, массу позитива. И, конечно, вам будет о чем рассказать дома своим друзьям, родственникам, знакомым. Вообще, друзья, это мероприятие поистине международное. Здесь собрались люди со всех стран мира. Здесь есть люди из Саудовской Аравии, из Турции, из Египта, из Европы. Из России, кстати, тоже есть тут ребята. Я вам сейчас про них тоже покажу, расскажу. Здравствуйте, меня зовут Тарас. Я уже более 6 лет живу в Дубае. Я здесь учился 4 года в университете, получил образование, работал в консалтеровой компании. Теперь я присоединился к онлайн-стартапу Намши. Мы занимаемся торговлей обувью, одеждой, аксессуарами в интернете. И мы меняем полностью представление людей о шопинге на Ближнем Востоке. Мне очень нравится заниматься различными проектами. И я всегда стараюсь участвовать в различных мероприятиях, которые поддерживают культуру, интерпренерство, предпринимательство. И вот здесь я участвую в новом проекте. Я в отличной команде. Мы работаем над проектом создания интернет-магазина, который занимался бы доставкой продуктов домой. Вообще, это очень прекрасная возможность встретить новых людей, увеличить свою сеть контактов и просто как-то развиться вместе с молодыми людьми, у которых есть энтузиазм, которые готовы развиваться, изучать что-то новое и менять мир к лучшему. Добрый день. Меня зовут Сергей. Я в Дубае год. Я работаю в Филипсе. Занимаюсь исследованиями рынка. В свободное время запустил проект, которым, собственно, сейчас и занимаюсь на этом мероприятии, который называется 800 Groceries. И мы создаем онлайн-супермаркет будущего. В Дубае очень хорошая погода. На выходных все любят лежать на пляже, но все-таки иногда это тоже надоедает. И хочется выбраться к народу, который мыслит в таком же направлении, как и ты. И тоже хочет делать что-то помимо обычной рутинной офисной работы. И ты в таких местах, непосредственно, встречаешь таких like-minded people. Всем, кому интересно делать что-то необычное, точно должны посещать такие проекты. Насколько я знаю, мероприятие международное. И очень приятно, когда события добираются до Дубаи. И непосредственно они приносят международный опыт. В данном случае мероприятие было основано в Америке, в Силиконовой долине. И непосредственно люди-организаторы тоже оттуда. Поэтому опыт очень незабываемый. Сегодня завершающий третий день стартап-укенда в Дубае. Команды уже заканчивают работу над своими проектами. Уже почти готов бизнес-план, почти готов финансовый план, почти готов маркетинговый план. Уже у многих готовы прототипы их проектов. Например, интернет-магазины готовы, например, готовы приложения. Сегодня будет судейство проектов. Команды должны показать именно уже черновую работающую версию. То есть создать, скажем так, минимально работающий какой-то прототип. И, конечно же, друзья, я хочу сказать отдельное спасибо организаторам. Они провели действительно большую работу. И я хочу с вами поделиться одним небольшим секретом. Вот это все большущие мероприятия организовали всего лишь три девушки. И сейчас они поделятся с нами своими секретами по поводу того, как они это сделали. How often do you conduct such events, start-up weekend in Dubai? Actually, it depends, because each year it's a different group running this event. So, basically, we've been running it since 2008, not me specifically, but in Dubai in general. This is my first time organizing start-up weekend event. I believe one of the years we had even two events, not only one. So, it all depends on who volunteers to take up those organization of start-up weekend events. How much time did it take you to set up all the things? We've been actually planning this event for about four months now. It's been starting from finding sponsors up to deciding where the venue is, the catering, all of these details. So, it took up around four months. How did you manage to do this? Just three ladies won this huge event. We're efficient ladies, so we split the tasks between us. Each one had a certain segment of tasks that they were responsible for. And we were constantly meeting for those updates. So, basically, all of us, or most of us, we want to get ahead. And in order for us to get ahead, we need to get started. That's why more people need to participate in such events like Start-up Weekend to get themselves started, motivated, focused on what they really want to do in the future. If they are passionate about any idea, this is the right place to pitch in and form groups and network with people that they need for their businesses. Just that we found out that our team is the second team. And, you see, we have now a final rehearsal. The presentation will be made by the leader of the team. Her name is Yamana. I remind you, that our project is an online store for kids. We're already on the finish line. As you can see, the students have already arrived. They are already sitting on the table and are ready to evaluate the participants of today's event. All of us, we've already completed their last days. And how do we feel about team number two? Hi, we're here to present Ababy.com, which will be an online portal for e-commerce. So, what do we think is the current problem with e-commerce? We think there's definitely a lack of personalization. Ababy.com is Middle East's first e-commerce platform that focuses entirely on parents and children. And it will ensure a very truly personalized experience. So, you can submit all of this information and submit it. As soon as you do that, you can add or delete a child. And for children that are already there, you can see items that you've purchased already. And you can see their name, age, and gender. And then, once you go back to your homepage, it won't be like a normal homepage. Where it will be customized for every child. So, this is Mike's homepage. As you can see, the top items are all for boys. We also went out to malls and we did customer validation. What we noticed was there were a lot of people who were shopping online. And a lot of people were shopping online for children. But there are more people who are shopping offline who would consider shopping online if they get better deals. What do we offer that other current websites and our competitors don't? We offer discounted shopping for a very niche market. And we also offer very personalized shopping. The more you buy from our website, the more customized and personalized it is for you. What we need is we need $150,000 of funding. And we need networking for the retail space and the local infrastructure. Thank you. Thank you. So, nothing wrong with this process as per se, but when we spoke to the customers, they said that when they order by phone from the guy from downstairs, they get the delivery usually wrong. Because a communication barrier and people don't understand exactly the language the guys talk. So, our solution is 800 groceries, where we want to combine all the grocery stores into one online network. So, customer will have to go to us, to our website or call us, and we will take care of the rest. So, we went to the grocery stores and we asked them, are we willing to participate and do you have this problem? And actually, grocery stores said that, of course, they also don't want their customers to be disappointed. So, they said that they have this miscommunication problem. And we asked them, so, okay, do you want to be a part of our system? And they answered, okay, yes. We didn't wait too long and we launched the landing page, the simple page with the basic products, so people could go there and try our service out. So, we launched a Google network campaign and we did it in the morning and actually, we got two calls and one online delivery, an online order, which is pretty cool if you consider it was only one thing. So, what is our revenue model? So, they actually said they are willing to pay up to 7 dirhams for a good order and a good service. So, in order to do this, we need to develop a bigger website, which is fully functional and the order is automated. because now it's all me, who does the routing and everything else was possible with a great team, which accomplished so much over the last two days. And that's why we think that we can do it on a larger scale and develop it into the big business. Thank you. Thank you. Thank you. Вот и закончились финальные презентации. Всего выступило 19 команд. Были совершенно различные проекты, начиная от услуг по доставке товаров до дома и заканчивая интернет-магазинами и всякими дополнительными сервисами. Например, для женщин, для мужчин, для бизнесменов дополнительные сервисы были. И сейчас вот жюри только что вернулось, сейчас они будут озвучивать свой вердикт и объявят победителей сегодняшнего мероприятия. Давайте посмотрим вместе и посмотрим, кто же все-таки, кому достанется главный приз. Вы знаете, мы получили популярную роль 20 минут назад, и теперь мы познакомимся с победителем Рэн Толокко! Тренинг плюс пособилитий фундамент, и это был Рэн Толокко! И вот у меня есть Медселинская, и это был Рэн Толокко! Рэн Толокко! Рэн Толокко! И теперь, у меня есть Медсалинская! Ну вот на этом и закончился стартап уикенд в Дубае. Пять победителей всего. Первый это приз зрительских симпатий, то есть кто больше всех проголосовал именно среди зрителей. Потом приз лучше эмиратская команда тоже выиграла. Специально приз для эмиратской команды. По версии судей, третье место заняла команда Rental Local, то есть это аренда локального жителя, если вы приезжаете куда-то. Второе место это Coco Event, приложение для всяких ивентов, организаций, выставок. И первое место заняло Kids Weekend, а они предоставляют услуги для детей, для родителей, чтобы занять детей на выходные. С вами был Азат, специально для проекта InDubai. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, следите за новостями. Всем пока-пока, до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok